Я хотел спросить, ну Таруев вроде как здесь у нас на Нижнем Амуре не первый раз появляется. Он не первый раз появляется, я хотел по нему подготовить такой хороший такой объемный доклад, а я подготовил его на 50 процентов, скажем так, с периода вот именно заезда вот сюда, что сейчас им было сделано. Ну вкратце говоря, вкратце просто сказать, что приехал и просто сделал все возможное для того, чтобы просто провалить выборы. Кому это было выгодно, я не знаю, учитывая там, что он там двигался по казачьей теме, по вот этой вот полуэкстремистской теме, там плюс там еще многие там еще были замечены за ним нехорошие поступки, ну товарищи мои называют эти поступки гадские. Ну я думаю коммунисты и коммунисты все понимают, что такое гадские поступки. Это провокатор называют? Это провокатор. И вот эта вот провокационная деятельность такая, о чем мы хотим продолжить провокационно-имитационная деятельность. Они вроде бы за нас, мы коммунисты тут же обижали. Тьфу, я вас ненавижу. Это что такое? Создали какую-то гоп какую-то компанию, которая там бегает, бегает там из телефона в телефон, да, сыграет личные данные людей. Для какой цели? Роман, ну они же не на правкоме, там не на собрании обсуждают проблемы, они как-то местечко между собой, там какие-то действия. Более того, у них были какие-то официальные собрания. Первое у них был по шашлычке, по-моему, а второе для что-то в этом помещении для людей, что-то с какими-то там ущемленными умственными способностями, что-то такое. Я не помню. Это же символично очень. Это там, где их агенты работают. Ну вот, дальше. А, ну вот я приготовил тут чуть-чуть. У меня выписка есть с протокола. Вот. Например, по докладу на 16.09.2023, на 16 сентября, это после выборов уже, которые у нас здесь прошли, выборы депутатов в собрание депутатов, в совет депутатов, в советы депутатов поселений. И вот. И смотрите, вот. Мы выдвигали 18 человек. Вот. Но в территориальную комиссию документы подали только 8 человек на минуточку. Ну вот скажу честно, меня конкретно подвел человек. Скажу более честно, я работал, как конкретно у нас была такая нормальная группа людей, которые хотели что-то изменить в этой жизни. В жизни Николаевской. В смысле, не в этой жизни вообще. Как Артем Капритула говорил. Нет. Вообще в жизни Николаевской. Но на финишной прямой просто резко срулило. Семь человек срулило. Слились. Слились. Просто слились. Я знаю. У каждого знаю его причину. И знаю, что случилось. Знаю, как это все произошло. Знаю, каким способом, каким образом на него воздействовали. Слушай, ну такой же сюжет был на краевых выборах. Помнишь, когда оказался, там один тоже слился, получается, и партия не прошла в этом думе, господом, в смысле, краевую. Здесь такой же вариант получился. Он просто занял чужое место для того, чтобы попали туда наши западные партнеры, так сказать. Ну да, и получилось, что вот, получается, из тех людей, кого я рекомендовал, я рекомендовал троих человек реально тоже. Двоих. Вот двое здесь в списке. Один человек отказался, один человек документы подал. Не прошел человек. Но тем не менее, все шансы были, в общем-то, пройти. Но там толпа элитаризм. По авторитету. Мы выбираем по авторитету. Ну это же такие товарищи. Уже три срока и депутат. Ну как же он? Ну вот посмотрите вокруг. Вот три срока и депутаты. Что там? Много улучшения из героя? Намного жизнь улучшили Николаевской? Ну задайте себе вопрос, пройдите по улице. Так вот, имитационная вот эта вот работа, что вот эти вот остальные-то люди были-то от этого вот гражданина. И получается, вот эти вот восемь человек, включая его самого, это они заявились, но они пошли. А могли нормальные люди, в общем-то. Дискредитация, да? Дискредитация полная. Это о чем говорить? Что с ними вообще делать? Но об этом еще поговорим. Дальше вот по имитационной работе я хотел. Сегодня, я говорю, не готовился. Вкратце, ну потому что пятница, положим выходить. Ну и так положено. Решили мы так делать, да? Прием депутатский, будем выходить. В любом случае. Люди придут, с ними можно поработать. Можно вопросы порешать прямо вот так. Можно сказать, под видео. Адрес назови. Адрес люди назови еще раз. Гоголя 33. Здесь же, где была оптика. Здесь же у нас есть пельмешка. Получается, волей-неволей рекламируем. Ну, что же делать? Здоровая пища. Замечательно. Здоровая пища, да. Здесь же, здесь же, значит, баннер висит. С левой стороны пельмешка. С правой стороны висит пуперейр. Надо, наоборот, местами поменять. Как бы, это левое, правое. Да, или в тесто добавлять свекольный сок. Ну, вот. Гоголя 33. Все уже сто раз уже знают. Но никто не приходит, потому что, потому что, потому что некогда. Некогда. Надо же делать жизнь крашу. Надо, надо делать. Почему некогда, я считаю, еще? Потому что люди стараются, как бы, не потерять устойчивость. При том, вот, что их жизнь делают настолько крашу, что им приходится проявлять много, все усилия жизненные тратить, все средства, чтобы под вот этой вот заботой, как-то хотя бы можно у них, чтобы как-то можно было выжить. Короче говоря, книга такая есть интересная. Называется «На крайнем востоке России». Эта книга лежит у нас в КПРФ. Эту книгу я, мы подарили в собрание депутатов. Книга раритетная. Николай Искнамури. Издание 1990 года. Здесь много собрано интересных разных статей. Вот. Статья директора тогда завода Г.М. Кутузова. Заводу 50 лет. Статьи, проникнутые вообще человечностью, любовью к людям. Вот. Вот. Статья хорошая, я тоже считаю себя причастным. Вот. Статья технолога Бармина тут хорошая есть. Статья главного инженера завода Лямина. Кто может быть помнит. Фотографии тут замечательные. Тут кого только вот нету. Все бригады, все. Скажите. Тут есть также вот фотография. Была бригады. Сейчас покажу. Так, вот общий вид завода. Тоже вот тогда вот, как это все было. Там часики, кстати, есть вот эти? Часики сняли уже. Нет. Вот-вот-вот. Часики на заводе висели. Потом оказалось, что ремонтировать их дорого. Ну и, собственно, и нет. Зачем мы ей энергии много употребляем? Зачем часики у нас? В демократии у каждого телефон есть. Сейчас вот хотел показать. Классную-классную фотографию. Отдельно по этой книге еще обзор потом сделать. Да, конечно, обзор. Чтобы не получилось, да? Это есть то, что сравнивать. Как это было. Смотрите, глава рабочей династии Ниточкин знает, ну что Ниточкин, да? Как у них потом изменилась направленность династии. Так вот, значит, статей. Много статей. Все направлены на эти. Так вот направлено на то, что завод развивается. Он строит много-много всего. Вот там все классно, мы на подъеме, мы сумели сделать то и то и то. Очень хорошо история описана. Как поднимали вообще завод, как все это происходило. Вот. Николай Снамуев, судостроительный завод, Преамурский филиал, географическое общество СССР. Вот. Издание. Издание подписано в печати. 11.03.90 год. Я хотел сказать, что вот книга-то проникновенная, замечательная, но где имитационная работа-то? Агентационная работа в том, что в 90-м году, де-факто, завода уже не было. Все. Там пытались как-то там судорожно достраивать этот эшин, да? Так, по-моему, его, я не знаю, сдали, его нет. Там диверсанты работали как надо. Диверсанты работали как надо. Умудрялись там, такие вещи делали. Тогда холодильник за ночь разобрать производственные и вывести его. Так, это на скраболовного сенера увезти холодильник и спрятать, чтобы чекисты... О, какие нахер чекисты? Фейсы, чтобы искали его. Фейсы, да, фейсы. От них, от родины только фейсы остались. Они искали месяц и нашли его... Ну, нашли. Знаешь где? Удивишься. На пункте металлоприема. Распилены. Были, да? Были, да. В наше время богатыри, не мы. Плохая им досталась доля. Немногие вернулось с поля. Все в глину полегли. А замечательная книжка. Кому интересно, можете прийти, тоже можно подарить, если ответить на наши вопросы. Например, вопрос номер один. Сколько комсомольцев принимало участие в штурме Зимнего дворца. И закончим на чем. Как я вам говорил, замечательные книги тоже ждут своего читателя. Вы можете прийти и получить от нас подарок, ответив на несколько вопросов. Кто за? Кто, чтобы вопросы опубликовались в нашем телеграм-канале. Ссылочка ниже будет здесь. Всем доброго. Подписывайтесь на телеграм-канал. Все.